здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию по вашей просьбе очередную 5 минутку которая будет у нас сухая мушка имитировать нашу паденочку нить я беру белую толщину подберете для себя сами в зависимости от того какой вы будете использовать крючок и в дальнейшем какой материал крючок я выбрал номер 14 вот такой формы достаточно подходящий к изготовлению нашей сухой мушки и нам понадобится вот такое одно куриное перышко практически тело можно изготавливать из чего угодно но достаточно вот такого материала который продается в рукодельных отделах он и флуоресцентный как вы видите хорошо работает отражает и обладает хорошей плавучестью слегка нанесли на крючок клей так как минимальное количество будет материалов сразу же здесь подхватим нашу резиночку и в натяжку стараемся виток к витку не делая горболей поверху цевья для того чтобы мы с не уменьшали полезную площадь у загиба оставляем приблизительно вот там где вот вот начнется наш загиб теперь нам с вами понадобится хорошая такая щепоточка перышек подровняем их вот так значит можно в качестве хвостика использовать любые материалы какие вы сочтете необходимыми но учитывая то что мы с вами изготавливаем с минимальным количеством материалов я буду использовать то перо которое есть она средняя по стекловидности и мягкая и в то же время обладает определенной жесткостью то есть достаточно хорошо будут рыбе всасывать нашу мушку длина хвостика должна равняться вот до начала как говорится нашего хвостика по длине всего-всего вот цевья перехватываем в удобное положение для нас и в одной точке притяжной петлей также чтоб наш хвостик находился строго сверху над цевьем его вот так подхватываем оставили теперь самый такой интересный момент значит я беру уже неоднократно это проверено то есть оно работает приблизительно по пополам поделим на две половиночки плюс минус здесь пересчитывать никто наши перышки не будет вот так и беру нашу резиночку перевожу теперь на место там где мы остановились с креплением хвостика удерживаем слегка вот в таком положении и проведем притяжной петлей парочку парочку прихватов вот так будет вполне достаточно значит подтянули как вы видите нить наша съехала и теперь только лишь мы с вами берем уже и окончательно подтягиваем в этой точке но тоже стараемся много не выполнять оборотов оставляем нить в этом положении материал у нас уже закреплен для того чтобы десять раз не проходить по одному и тому же месту в качестве украшения я буду использовать все тот же люрекс который служил у нас дождиком и стараемся теперь не комка дойти до места крепления где мы будем выполнять наши крылышки сделаем узелочек чтобы нам не мешала нитка ее с вами удалим теперь я беру опять наношу лак клей любой клеющий состав тот который у нас будет использоваться на наше цевьё крючка и до места где мы с вами остановились мы должны выполнить обмоточку как я уже говорил это сама резинка обладает очень хорошей плавучестью следим за тем чтобы наш хвостик никуда не утянулся в натяжку виточек вот так к виточку стараемся аккуратно выполнять обмотку и теперь немножечко с отпускаем отпускаем и середины приблизительно цевья начинаем уже выполнять с небольшой вот такой натяжкой вот столько тела нам будет вполне достаточно берем мы теперь опять нашу нить значит нить как я уже говорил можно использовать практически любую она здесь только лишь играет роль для закрепления материала подложки толщину подберете по диаметру своей проволоки подхватили отрезаем и удаляем все теперь остатки произвольном порядке как вам будет удобно выполним теперь сегментирование нашим люрексом повторю это всего лишь как декоративное украшение никакой дополнительной функции этот люрекс не выполняет поэтому если у вас его нет можно и не делать сделали один полный оборот под подняли вверх и закрепили окончательно весь материал удаляем значит особенность выполнения вот такой нашей симпатичной поденочки как вы видите достаточно хорошо разведены наши перышки в воде они немножко слипнут но в то же время развод этих крыл нашего хвостика будет достаточно для того чтобы был х была хорошая плавучесть что нам необходимо обозначить грудку выполнить крылышки и чтобы у нас наблюдались какие-то ножки что мы делаем я беру можно использовать как я уже говорил неоднократно синтетический даббинг но учитывая то что я использую если есть возможность перо павлина я закреплю здесь буквально две три сколько вот у вас будут в наличии подберете по крючку бородок павлина оставляем его в сторонке теперь смотрите что самое основное величина вот этого пера у нас будет служить с вами крылышками подготовим краешек пера так чтобы у нас хорошо его закрепить стараемся не нагромождать материалы сразу сориентируем перо чтобы она у нас находилась в одной плоскости годится и теперь слегка уложнив пальцы будем выполнять обороты сколько это вы уже будете следить сами по своем увеличении своего пера по пышности ёршика сложно допустим сразу вам сказать что это нам надо будет его вот допустим там 5-6 оборотов к окончанию завершения мушки вы уже сами потом убедитесь какое количество нам необходимо ну вот у меня вышло почти пять оборотов крепим его не доходя до колечка оставляем буквально два три миллиметра закрепили уводим все перья от колечка промотали теперь нам с вами необходимо удалить остатки пера и вот сколько у нас мы будем вот так слегка увлажнив пальцы подымать все бородочки перьев вверх вот мы должны вот так вот все их и поднять те которые непослушные опускаются вниз это не страшно они у нас играют роль наших ножек как вы видите вот такое количество нам вполне для крыла достаточно и теперь самый основной момент желательно так чтобы в равных частях поделить наш ёршик на две равные части удерживаем бородки те которые мы подняли вверх и теперь вот так крест накрест проматываем наши крылышки парочку буквально оборотов будет вполне достаточно для того чтобы я вот удерживая нитку вам покажу видите аккуратненько они разъехались основную теперь функцию которую мы будем закрепление наших крыльев выполнит то перышко которое мы с вами оставили на грудку я нить перевел там где крепилась перо оставляю убираем те бородочки которые к нам сюда переместились подравниваем и теперь нить я оставляю вот в этом положении следим за тем чтобы перо не уходило про армируем теперь перо нашего павлина прокрутили вокруг ниточки сделали вот такой жгутик и теперь аккуратно следим за тем чтобы не попадали бородки выполним парочку назад движемся теперь к нашему ершику как вы видите вот я вам покажу ничего у нас не нарушается и достаточно симпатично у нас смотрится наша грудка восьмерочкой аккуратненько проматываем там где мы сформировали с вами крылышки следим за тем чтобы наше перо не уходило еще раз ровно столько сколько надо создадим пышность нашей грудки вот так как вы видите достаточное количество перо у нас находится в нашем наших крылышках перо у нас вполне достаточно теперь мы отпускаем наше перышко и нам желательно теперь его здесь закрепить но учитывая то что наша нить белая мы ее подкрасим или сейчас заменим и вот и все друзья мои как вы видите нанесли мы немножечко лака на головку сильно ее тяжелой нельзя делать так как будет клевать и вот такая имитация паденочки которая достаточно хорошо работает и плавает готова к работе пробуйте с размерами с расцветками желаю вам удачи до скорых встреч